Видите, она закипает снизу, чтобы полностью тесто все было поджаренное. О, слушайте, а здесь в парк уже лето приходит, уже Тир заработал. Поменяли Новороссийск на Анапу. Почему? Знаменитая надпись «Море в море». Лебеди как-то в этом году не активно выходят на берег. То есть работы кипят, к лету должны успеть закончить. Здесь у нас вообще какая-то стройка началась. Часть отгораживают зеленые зоны, 100% уничтожать будут ее. И что-то строить. Лебеди. Прекрасные птицы. Здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Зарусский. Ребята, градусник показал плюс 26 на солнце. Можем увидеть, что много людей отдыхает на лавочках. Смотрите, какая красота. Белочки бегают по веточкам. Доброе утро, дорогие друзья. На календаре 28 февраля Анапа. Воздух показывает 9,9. С утра было вообще прям холодно. И ветер дует с берега. Как мы доверим температуру воды. Тут, кстати, наша любимая сеть. Прирывок с сети. 9,6 показывает температуру воды. Сегодня у меня по пробежке получилось 10 километров за час 17. В телеграме, в общем, подробно есть. Смотрите, там вся информация, как говорится, озвучена правильно. Первую пятерку пробежал, мне числи показали самый лучший результат, как и первая трешка. А вот вторую пятерку я немножко останавливался, берег суставы. И сегодня, в принципе, никаких дискомфортов не ощущал. Медузы попали, кстати, в сеть. По весу 107,1 сегодня с утра. Вчера мы не дали похудеть. Смотрите, здесь какая рыба. Просто жуть. Позавчера сеть почистили, и рыбы не было. Сегодня рыба есть. Это все кифа, видите, светлая. Сверху она, то есть, это самая вкусная рыба черноморская. Так как реакции от наших чиновников нету, значит, что тут все работает только так. Осталось только наше с нами мое и ваше возмущение тем, что в море стоят сети на пляжах. То есть, ну, тут же место, где можно ставить сети, но не на пляжах. Вот пришел человек покупаться, а здесь сети стоят. Могут в них запутаться. Надо занырнуть все-таки попробовать. Потому что это, на самом деле, не так уж и легко сделать. С утра был минус один на пляже. Сейчас время на часах уже подходит к десяти утра. То есть, температура немножко поднялась. Я готов до бесконечности говорить, лишь бы в море не нырнуть. Потому что довольно-таки прохладная водичка. Но сделать это надо. Итак, просили за все города нырять, за всю Россию. Наши мои дорогие друзья, в наше любимое чистое прекрасное морюшко. Раз, два, три. Я помешал. Шучу. В общем, огонь, эмоции. Прям раскат такого. Холода идет по телу. И ощущение просто космос. Ну а вам всем хорошего настроения. Прекрасного дня. Я сейчас приехал к Анамскому сельскохозяйственному техникуму. И я вас сейчас познакомлю с одним очень приятным человеком. Мы сейчас находимся в Айсхоте. Здесь у нас происходит плетение сетей. Занимается этим наша волонтерская организация. Время помогать людям. И я вам хочу представить. Татьяну Петровну, которая помогла нашим бойцам уже на больше, чем миллион рублей. И при этом продолжает помогать еще и привести сети. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы житель Анапы. Да. Уже. Я понимаю, что инсуал нет? Да. В частности, Анапским, да, уже почти миллион. Это было у меня не спонтанно. Я свою машину хотела перегнать вообще-то туда, на Донбасс. Думала, может быть, к госпиталю. Ну, кому-то оно бы, да, пригодилось. Но потом, когда уже смотрю, что здесь тоже нашим ребятам очень даже нужны эти колеса, нужны, ну, в общем, резина нужна. Я еще резину убрала другим. И поняла, что вот эта техника, которая спасает на поле боя раненых, мне как-то показалось это более прочувствовано. Вот я думаю, нет, надо больше. Вперед. Все. И я продала машину, я дала туда деньги. С удовольствием. Люди переживают, то есть, ну, как вы это решение принадлежит? Потому что говорят, что в таком возрасте уже человек может как-то неправильно там что-то принимать. Ничего подобного. Не-не-не, у меня еще адекватность нормальная. Но дело в том, что если мы сейчас этим не поделимся, нам может потом это не пригодится. Если мы не поможем ребятам ускорить вот эти все процессы, прилетит и к нам, прилетит к каждому. Просто если не будем помогать, если будем думать только о том, что нам нужна эта подушка безопасности, не нужна будет, если мы будем вот так все рассуждать. А с памятью, в смысле, с когнитивностью у меня все нормально. Дети меня поддерживают, они меня, конечно, тяжело принять им это, тяжело. Всегда всем хочется денег больше. Так и мои дети ничем не отличаются. Но они меня поддержали, даже мало того, они еще и помогали, они мне еще и присылали, потому что не хватало иногда на сборы, я еще к ним обращалась. И ничего страшного, все переживем. Все это переживем, накопится, все вернется. Да, вот что так и было. А чем вы вообще здесь занимаетесь? Помимо, как говорится, помощи финансовой, какую помощь еще оказываетесь? Ну, все делаем, учимся всему. Я пришла вообще не умела ни вязать, ни оплетать, ни резать, ни шить, ничего. Все сейчас делаем, делаем и режем сети, и оплетаем, и верложим, и сети плетем. Короче, все делаем. Все научились, все, оказывается, умеем. Просто желание и все. Никаких отмазок не понимаю, не принимаю, когда говорят, что там что-то поболело где-то там. Ну, в общем, всегда много каких-то вещей, которые... Вставляют нас лениться. Да, 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 которые оправдывают. Нет, ничего подобного. Все можно делать, все научимся. Ну, спасибо огромнейшее за такую помощь. И надеюсь, что это замотивирует и других людей. У нас много и предпринимателей, которые, как вы сказали, имеют большие подушки безопасности. Все имеют, все имеют. Они хотят помогать нашей армии, а это сейчас необходимо, несмотря на то, что там солдаты все есть, постоянно в чем-то нуждаются. Обязательно. Так как при боевых действиях постоянно идет расход, идет прилет, идет уничтожение, там, как и одежды, там, спальных мешков, там, и автомобили. Сейчас первоочередно, потому что это расходный материал. Расходный. Спасибо вам огромное и главное здоровье. Ребятам спасибо нашим. Спасибо большое. Можете увидеть, как здесь многолюдно, это как раз-таки благодаря тому, что много студентов. Плюс 19 градусов сейчас на термометре показывают. У нас великолепная погода, нет ветра. Просто шикарно для прогулок. И пахнет, друзья мои, весной. Как это прекрасно и приятно в нашем любимом городе. И сейчас наша прогулочка нас по скверу Будовича выведет к маяку на набережную. Концепция прям очень красивая. Две лавочки посередине клумба, вечно зеленое растение. У меня мусорка стоит, то есть очень красиво в нашем сквере. Не хватает только нам впереди фонтана. Вот так наши дорогие жители, она пользуется этими моментами. А это поющий фонтан в форме сердечка. Здесь очень красиво бывать по вечерам, ну и днем в летнюю жару. Он тоже очень хорошо освежает. Через сквер Будовича мы выходим на улицу Ивана Голубца. Здесь просто все залито невероятными лучами солнца. Уже на розах появляются первые листочки. И скоро будут появляться также бутоны. Смотрится это очень красиво. Много новых деревьев, видите, высажены. То есть наш сквер Будовича будет еще более зеленым. Это очень круто. Больше бы нам вот таких площадок, как здесь. И скамеечки для взрослых. И красивые горки для детей. И поватить можно. В общем, все, что надо в сквере, есть. Также бесплатный туалет здесь присутствует. Вот они наши анапские красавицы. Новые жители сквера Будовича. Белочки. Бегают по веточкам. Прискок с одной на другую. Как у них это легко получается. Оп! И побежала. Уже дальше какая лапочка. Обратно. То есть с одной на другую. Зайди и не успеваю просто. И все. Пошла дальше. Детские крики. Пение птиц. Воробушки в пыли моются. Какая атмосфера. А здесь у нас в конце стоят такие большие лапочки. Называю их для знакомства. Чтобы все присели рядышком, поместились. И можно пообщаться. Пока, правда, никто не сидит. Все к морю спешат. Здесь у нас в конце сквера происходит игрища. Настольный тень. Здравствуйте. Отлично. У вас, я тоже смотрю, хорошо прям. Заряд бодрости и энергии. Красота. С победой. Он рукой догонит. Здесь у нас находится краеведческий музей. Тоже, друзья, можете прийти посетить. Я ходил сюда на школьные годы только. Вот эти моменты самые классные. Когда вот-вот-вот-вот вспыхнет очередное дерево. Посмотрите, как красиво смотрятся цветочки. Уже пчелки прилетают и пытаются опылять их. Вот он. Смотрите, какая красота. Просто фантастика. Что мы с вами наблюдаем. Сейчас мы выходим с вами из сквера Гудовича на набережную города Анапы. Она полностью залита солнцем. Можем увидеть, что много людей отдыхает на лавочках. Ловит его лучи. А также гуляет по берегу моря. Но самым главным украшением, помимо маяка, здесь является такой невероятно красивый вид. Наше любимое морюшко. Просто смотришь эту панораму. Такая фантастика. И люди так умиротворенно отдыхающие. Тишина, красота. Ой, прям можно чуть позавидовать этому мужчине, который спит под лучами солнца. Фантастика. Это Анапа, друзья мои. Идешь, смотришь на счастливых людей, которые сейчас в Анапе. И желаешь всем, чтобы у вас такая же возможность была. Здесь у нас сосны продолжают погибать. И даже местами можжевельник не выжил. Это печальное зрелище, когда идешь возле мертвых деревьев. Их бы нам уже подубрать. И высаживать те, которые здесь росли. Тут раньше были деревья, их срубили. И сказали, будут расти сосны. Но природу еще по-другому. Сосны все никак не хотят приживаться. Уже третья или четвертая высадка их произошла. Уже можно было где-нибудь в небольшой лес. Сделать. С правой стороны корокки. Работает музычка. И кофейня. Здесь, кстати, это здание сказали, что реставрируют и вернут к первоначальному виду. Это одно из старейших зданий на нашей набережной Маяк. Здесь у нас есть такая зона с разнообразными тренажерами. Видим, как их используют наши жители. Честно, в выходные дни людей было, конечно, гораздо больше. Но и сейчас пользуются популярностью эти места. Также впереди мы видим туалет бесплатный. Ребята, градусник показал плюс 26 на солнце. Это просто фантастик. Такая погода, которая радует меня. Разделся. И продолжаем прогулочку непосредственно в Майке. Здесь у нас какие-то работы ведутся. Что-то новое, походу, делают. Это все озон. А нет, кстати, можно прикупить что-то там андиносы и сесть вот на таких лавочках с видом на море. Наслаждаться, как говорится, анапским вайбом атмосферы города Анапы. У нас здесь запущены, конечно, вот такие моменты. В каком-то прям сильном самокате проехал. И сейчас будет один из любимых моих видов на новую набережную. Уже старую, потому что у нас есть новее, белокаменную, красивую пляж. Санаторий Высокий Берег. Вот так вот она появляется. Между сосен, купающих. Загорающих вижу, купающих не вижу. И вид шикарный на море. Одно из главных достопримечательностей, это, конечно же, кочки. У меня обе руки заняты камерами. Я все удовольствием погладил. Он там сам пришел и погладился. Все, любовная любовь. Такой красавец. Также работают еще заведения. Называется «Носатый море». И ждет гостей. Продают сувенирную продукцию. Ну, а также кофейни тоже здесь имеются. Здесь у нас есть достопримечательность, оставшаяся нам от СССР. Это осьминожек. На котором, как видите, сейчас раз таки играются дети. И мы подходим на верхнюю часть многоярусной набережной. Санаторий Высокий Берег. Здесь отдыхают люди. Кто-то просто мимо проходит. Кто-то на лавочках слушает пение птиц. Галдеж людей. И смотрит вдаль голубую морскую. Невероятная красота. Которая очень радует меня. По крайней мере, всегда, когда сюда прихожу, с удовольствием подхожу к этому парапету. И смотрю туда вниз. А там внизу люди загорают. Йогой занимаются. И набережную преображают потихонечку. Кстати, здесь начинается загорание раньше всех мест. Потому что там не дует ветер, когда он с берега. И люди возле стенок сидят, получают солнечные лучи. Это у нас санаторий Высокий Берег. Если вы там отдыхали, напишите, как вам. Тут даже кровлю переделывают. То есть работы ведутся вообще полномасштабные. У нас здесь работает лифт. То есть можете не по ступенькам спуститься, а выйти. И сразу с эффектом, как открываются двери, видите море. Мне это место очень нравится. В скором времени восстановят Эйрарии. Установят новые лежаки. И пляж вернется обратно в свое привычное русло. Был полностью уничтожен штормом века. Сейчас видно, что уже идет восстановление. Вот еще один момент. То, что весна приходит. Начали появляться звуки ремонтов. Болгарки. Здесь у нас музыканты выступают. Тоже красота. Выходим на смотровую площадку Перед Скалой Глез. Такое заведение в Анапе. Есть у него обзоры. Смотрите на канале. Здесь у нас стоит курорт и трудящийся такой обелиск. И люди многие здесь останавливаются. Смотрят на море. Здесь панорама на море очень красивая. Дышат морским воздухом. Ну и совершают променад по нашей красивой набережной. Вид на пляж Высокий Берег, но в Малой Бухте Анапа. Такая вот автология небольшая. Там купаются люди, лебеди возле берега. Давайте спустимся, посмотрим на эту атмосферу, которая там происходит. Здесь у нас музыка играет. Такая громкая. Есть вокал-площадочка. И везде люди. Подходим, ребята, к спуску на пляж Высокий Берег. Здесь есть с левой стороны пандус, если вдруг вы маломобильный гражданин. А тут по лестнице вниз. Дальше играет барабанчик под веселую музычку. Ну и отсюда тоже открывается красивый вид и на пляж, и на морюшко. Можно посмотреть с большим удовольствием на все это. Тем более, когда там столько много загорающих людей, купающихся в море. Поэтому сейчас вы прям кайфанете. Мы подошли чуть пониже. Давайте посмотрим на эту панорамку. Вода плюс 8 показывает, воздух плюс 13. На датчике, который стоит на самом пляже. Загорающих людей прям очень много. Вот, поближе мы показываем это табло. И можете прям позавидовать нам, как говорится, всему тому, что у нас происходит. Как говорится, от души для души. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Зарусский. Купаемся, загораем. Приезжайте в Адапу срочно, да? Приезжайте к нам в Адапу. Вот. Мы сезон уже открыли. Всем привет. А вы его закрывали? Нет. Ну, в этом весь вопрос. Это не местное. Юля, это не местное. Это не наш, Люля. Всего хорошего, ребят. Спасибо. Приходите на пляж. Купаться вас зовут. Будут рады видеть. Потому что, то, что здесь происходит. Вот только что вышли из моря. Ух ты, из бухты, как говорится. И красота. Морская здесь, конечно, невероятная. Хочется море показать. То есть, если мы там сверху смотрели, вода была немножко мутная. То здесь она очень классная. Два человека в море купаются. Там кто-то вылез уже. Здесь у нас идет во всю работу. Уже делают настил на новой зоне отдыха на пляже. Ну, а здесь с детьми приходят покормить лебедей. Они тоже прекрасные, манящие лица. Чтобы сделать и красивое фото на их фоне. Собственно, вот в море с такой прозрачной водицей. Это одна из лучших рекламы на курорте. Тут хочется вообще остановиться. И никуда больше не идти. Там тоже парочка прилегла на отдых. Вот на ясиком от солнца напрячется. Это наш любимый пес Боцман. Он, когда волны, находится на море. Сейчас сидит, ждет волнения. Ну и сами лебеди. Прекрасные птицы. Как красиво. Фантастика. Барабанщик веселый. Красота. Можно получить от консервов. Другие части. Вот так вот с набережной сворачиваюсь. Здесь память советом. Обелиск стоит. И у нас еще одна часть отгораживает зеленые зоны. Сто процентов уничтожать будут ее. И что-то строить. Вот как это происходит в нашем городе. У меня прям такой большой вопрос. Смотрите. С клумбами вместе. Вот как это могло стать чьим-то частным. Объясните мне, пожалуйста. Здесь у нас вообще какая-то стройка началась. В общем, куда ни посмотри, везде что-то происходит в Ланапе. Здесь у нас знаменитое место. Знаменитый у нас артир. Пять дырочек. Там находится за забором. Также здесь клуб питанка. Играют люди. Проводят. Это тоже время в общении и общем увлечении. И в обратную сторону мы отсюда можем посмотреть на пляж Высокий берег. Какая здесь красота. Просто невероятно прозрачное море. Вот этот амфитеатр такой с видом на море. Полукругом. Самая-самая большая красота. Мы отсюда видим все пляжики нашего города. Куда в туманную дымку они уходят. Та Витязева, Джумате, Пионерский проспект целиком. И дальше уже после поворота мы будем немножко отдаляться от моря. Буквально на днях люди прогуливались по вот этому платному огороженному пляжу. Их оттуда охрана пыталась выгнать. Выгонять с береговой линии незаконно. Поэтому хотелось бы, чтобы наши органы реагировали. Далее у нас есть место для кофе. Кофейня Джулия Смайн. И мы уходим подальше от берега. Тут все от нас скрыто. Как раз таки эти платные места. Деревьями. И в субъектный период туда даже не просмотреть, что происходит. Ну а спуск вот сюда происходит. Там с вас просят денег. Заборы, клетки. Не заплатил, не прошел. Там, видите, помимо пляжей бассейн есть. И домики сдаются для проживания у моря. В общем, много вопросов к этой территории. Может быть, когда-нибудь администрация оттуда доберется. Здесь у нас восстановили дачу Гитцмана. И это место будет рестораном. Вот так вот, ребятки. В таком месте появится такой вот фактурный ресторан. Далее по пути у нас здесь поворот на 27-й причал. Там можно иногда по утрам покупать барабульку. Здесь есть семейное винодельное. И также на Утиллс кафе. Там стоят лодочки Анапчан, которые катают вас также по морю. Здесь мы подходим к отелю, который у нас есть на обзоре. Также сверху есть лаунж-зона для отдыха с паровыми коктейлями. Это отель Атлантида и атмосфера. Лаунж-бар. Здесь у нас есть небольшой сквер. С фламинго, за который огромное спасибо Амазас, по-моему, другу-депутату. Там есть детская горка, полазить где можно нашим деткам. И дальше впереди у нас уже улица Ленина. Помимо бесплатных туалетов в Анапе встречаются также и платные стоимости. Вот здесь 30 рублей, можно купить еще и сувениры. Ну а здесь у нас гастро-место такое. Стоят фудкорты, на которых можно прикупить миди-устрицы, гриль-меню и покушать. Зона очень хорошо формена и подсветка в ночное время. Также пиццу жарят. В общем, место притягательное. Да, сейчас можете видеть, сидят люди, отдыхают, кушают. Вот ценника, можете посмотреть. Цены немножко поднялись. Раньше было подешевле. Мы здесь мидии кушали. И такой вот шикарный выход на местечко, с которого можно наблюдать морпорт и кусочек морюшка. Мне оно очень нравится. Такое вид, атмосферное. Красота. Тут девушки краски мидии едят. И мы спускаемся из Литовского. Здравствуйте. Хорошего отдыха вам. Здесь у нас налево на морпорт дорога. Встречаем подписчиков. Это приятно. И сюда мы выходим на двухъярусную набережную возле Анапо-океана. Здесь у нас более широкая прогулочная зона. Есть и ели. Сам Анапо-океан. С левой стороны у нас капитан находится. Отсюда спуск. С левой стороны к Марине, где находятся яхты, на которых можно получить экскурсию, съездить на рыбалку и многое другое. Подкрываются заведения, такое кафе-море. Летом оно вообще почти всегда битком в этом месте на набережной. И здесь уже видовая территория открывается с видом на двухъярусную набережную. Прогуливаются наши дорогие гости. Выходим на второй ярус. И отсюда вам покажу как раз те кораблики, о которых я вам говорил. Ну и по морскому суда. Здесь их сейчас ремонтируют перед сезоном, чтобы в лето на них, как говорится, зарабатывать денежку. Пока большинство из них спит. Но небольшие яхты выходят на прогулки. Я их сам видел. Зеркальное практически море сегодня. И люди, отдыхающие на лавочках вдоль этой набережной. Это санаторий Кубань. Перед ним у нас находится сквер. А с левой стороны здесь идет строительство. На уже практически завершающей фазе здесь ставят арочные конструкции для магазинов. Наверное, кофеин каких-то. То есть набережная. Вид у нас здесь изменит. Надеюсь, что все законно. А то потом опять будет сносить. Это, конечно, будет печально. Но уже конструкция вырисовывается полностью. Здесь еще такая большая арка должна быть между вот этими двумя. То есть работы кипят. К лету должны успеть закончить. Пишите, как вам нравится и не нравится такое нововведение. Вейк-парк. С левой стороны там баня также находится. По-моему, даже там их две. И море тоже прозрачно. Здесь очень красиво смотрится. Новый перс. Как сказали, что он ставится, чтобы защитить вейкеров. Мы посмотрим, что там будет. Потому что в планах там и суда ставить. Я против персов. Они останавливают течение воды вдоль берега. И из-за этого появляется много водорослей. Это наша тоже достопримечательность. Кораблик очень красивый. И здесь людей гораздо больше. Они приходят с улицы Астраханска через нашу обновленную родину площадь. Также у нас здесь уже вовсю цветы на клумбах. Все раздеваются. Это так приятно смотреть. Все хотят уже в летнем быть. Потому что очень-очень тепло. Вид на место соединения песчаных пляжей с каменным. На центральном пляже тоже очень много людей пыляет. Ой, какая красивая музыка. Какой необычный парень. Он здесь поет. Вообще очень круто. Просто фантастика. Здрасте. Напротив этого красавца здесь у нас находится фонтан «Жемчужина». Мы ждем, когда он заработает. Это будет уже точно лето. Ну, атмосфера набережной невероятно радует. Красота. Аплодисменты. Браво. Моим подписчицам спасибо большое за добрые пожелания. Отсюда у нас начинается путь уже к обновленной нашей театральной площади. Мы ее еще с вами зацепим на обратном пути. Обязательно посмотрим, как она выглядит. Но сейчас тоже прям очень красиво даже отсюда смотрится. Ждем, конечно, когда деревья еще выпустят листики. Как вас зовут? Людмила. Откуда вы? Мы из Кемерово, из Сибири. У нас там снег сейчас, морозы. Это шикарно. Мы в начале февраля оттуда удрали. Там было минус 30, а здесь плюс 10, плюс 15. А почему так тепло одеты? А, потому что мы на море собрались. Мы думали, может быть, там холодно. Мне правда нормально, тепло, классно. Ну, приглашайте всех в Анапу. Мы остановились, тут парень поет чудесно вообще. Сделали театральную площадь великолепно. Все классно так. Все нравится вам? Все нравится, ждем орехов в рощу, когда доделают. Дай бог, а привет кому вы хотели передать? Привет Кемерово, привет Сальса Кубана, танцы там мои любимые. Привет всем родным, друзьям, близким. От души, спасибо. Мир, большое спасибо вам. Мы по лестнице спускаемся вниз. С правой стороны здесь вино и море, и людей в море. Уже работают торговые павильоны, но столовые пока закрыты. Здесь у нас лебеди разделились немножко. Два приплыли. Самое начало соединения песчаного берега с каменным. И люди гуляющие, отдыхающие, наслаждающиеся морем. В этих местах море бывает чистым не всегда, потому что это угол. Сюда забиваются водоросли и гниют. Вот как раз этот перс только усугубит эту обстановочку, которую строят новый. Здесь позируют лебеди, девчули приманивают. Ой-ё, сколько там народища. Как это красиво смотрится. С таким еще чистым морем. Прям супер такая реклама для нашего любимого города. Я смотрю, кто-то пытается лебедей морковкой, яблочком тормить вот эти все фрукты. Здесь как раз таки и плавают. Подходим к выходу на центральный лечебный пляж. Спарка «30-летие Победы» от администрации. И мы видим, что все люди отошли туда немножечко подальше. Здесь у нас лебеди с чайками конкурируют. Люди пытаются и тех, и тех подкармливать. Будем надеяться, что все получится. Лебеди как-то в этом году не активно выходят на берег. Раньше они тут часто подходили к самому краешку воды. Даже выходили, беря хлебушек или другие явства, которыми подкармливают люди прямо из рук. Как шикарно. Дети, взрослые и все возле лебедей. Красота. Иду и радуюсь в такой погоде. Думал, что все-таки, возможно, захочется одеть уже что-то. Курточку. Но наоборот, хочется и снять маечку, и загорать. Потому что погода сильно радует. Жалко всех людей, кто в клубках. Как говорится, где разный порог тепла. Но кто-то вот так вот приспускает их и гуляет. Кстати, прохожу мимо. Здравствуйте. И все эти лавочки востребованы. Даже на центральном пляже замечены первые загорающиеся. Ну, загорающие. Ну, частично. Кто-то в кофтах, кто-то уже в шортах. Вот так вот, ребята. Погода у нас такая разная для всех сегодня. Очень интересно. Чайки кушают. Ладно, подождите, они все разлетелись. Они так пищат. Слушайте, реально все лежаки заняты людьми. Насколько это прям попало в администрацию. Насколько они все популярны. Подходим к зоне отдыха. Здесь у нас по вечерам сейчас кино показывают. Люди сидят, отдыхают. Смотрят на море, слушают его шум. Ну, а также здесь знаменитая надпись «Море в море». Она восстановлена и сейчас находится уже на своем месте. В ту сторону, смотрю, там вообще очень много людей на прогулке. Дальше у нас там волейбол играют, ребятки. Если вы любите эти развлечения, приезжайте, участвуйте. Ну, и панорамочку давайте на выходе с центрального пляжа посмотрим. Прогулка мне здесь прямо очень порадовала. Много людей довольных и счастливых. Смотрится все это очень-очень хорошо и красиво. Крайней мере, я рад за всех них, кто смог приехать и отдыхать сейчас. Вас зовут только представьтесь. Звать Любовь. Звать Любовь. Живу здесь 4 года в Анапе. Это приятно. Уже как местный человек все знаете. Ну, да, конечно. Я сам из Новороссийска. Так что можете сказать, что я местная. Потому что я сюда еще в детстве приезжала. То есть поменяли Новороссийска на Анапу. Почему? Я была мечта, как бы, потому что я ездила в это в детстве. У меня вот этот лагерь пенецкий, дюны, вот эти вот, вот эти вот деревья. Вот это вот, что вот это мелко в море. Это так классно. Это вот это, не знаю. Я полюбилась. Я просто влюбилась. У меня была такая мечта. Я выросла на пенсию. Вот. У меня уже дети выросли. И я переехаю в Анапу. Не мечтаю, что это сбылась. Почему Диота? Ну, я так образно. Я люблю пошатить. Так что, Юрочка, очень рада вас видеть. Я, я как бы, да, хотела. Ну, так случайно. От душе. Я обихаюсь, сижу, да. Спасибо вам большое, что вы ездите туда, вот на СВО. Что делаете. Я, конечно, редко пишу, но я всегда смотрю все, смайлик, все. Спасибо, пишите чаще. Это тоже вам. Так, мы покидаем зону отдыха. Тут практически все места, на которых можно посидеть, заняты. Очень приятные встречи. Мы, кстати, пользуюсь случаем. Передаем привет Евгению из Германии. Где вашу маму, а души мои соболезнования. Еще раз. Так, и выходим с пляжа. Здесь, с левой стороны, у нас морская звездочка. Жарят шашвычки. Мужички. Вот, разные вкусности находятся. Здесь Хинхали Эспхали. Открылось у нас заведение. Все хочу посетить, пока не получается. И по прямой мы выходим на улицу Гребенскую. Но пойдем мы вправо. Здесь у нас тоже поют птички. И с левой стороны находится аквапарк Анапы. Самый большой в Анапском районе. И мне нравится больше всех. Если вы отдыхали на золотом пляже, пишите, как вам. Пока там никаких подготовительных работ не вижу. Здесь вдоль этой дорожки у нас закрыт вид на море. Законсервирован еще возле Мамби фонтан. То есть, пока еще лето сюда не приходит. Но некоторые магазинчики работают. Допустим, написано, что открыто. О, слушайте, а здесь в парк уже лето приходит. Уже тир заработал. Люди гуляют. Выход на море. Там собачка купается. В общем, красота и оживление города идет в полной мере. Вход в центральный парк. Или выход из него, как хотите называйте. Отсюда подарочек. Уже смотрим на центральный пляж, по которому мы только что прогулялись. Люди гуляют. Все чистится. Играет музыка. То есть, жизнь идет во всем. Раньше, как вспоминаю, что здесь все закрывали. Только ларьки, которые стояли вдоль этого прохода. Ничего видно не было. А теперь вокруг аттракционы, зелень. Ну, красота. Колесо обозрения, кстати, работает. Из центра парка, напротив колесо обозрения, мы с вами сворачиваем в левую сторону. Пойдем в гости к пицмейкеру. Здесь тоже такая красивая карусель есть. И разные магазинчики потом бы стоят. По такой музычку веселенькой мы заходим. Упс. Так, друзья, пицца на дровах. Здравствуйте. Красивые, ждущие нас. Приветствуем. Здесь готовится пицца в настоящей печи. Можете увидеть, что там происходит. Сейчас 370 копеек. То есть за это, ну, при такой температуре, за сколько пицца приготовится? Ну, в среднем где-то минут 5, наверное, да. 5 минут. Ну, конечно, мы можем ее разогнать сейчас. Она будет еще быстрее. Вот так вот, ребята. Причем это полностью именно, как говорится, детище ребят. И они сами все придумали, сами все сделали, сами все реализуют. Вот он. Сейчас моют руки, чтобы люди не переживали. Потому что мы в прошлом эфире написали, что это прям печально было. Просто я не снял тот момент. И посмотрите, какие пиццы предлагают. Я пробовал почти все, кроме какой-то одной. Ну, я буду готовить сейчас новую пиццу. Как у нас? У нас такая небольшая история. В общем, пришли ребята как раз по видео. Они говорят, что это сделать такое? В общем, мы решили сделать такое. Пицца будет назваться у нас Дала Нон. Да. Такое название, на самом деле переводится от бабушки. То есть просто подписчик Юрин говорит, мы их любим так, чтобы как бабушка делать там много-много-много-много-много всего. И вот такое сейчас мы и сделаем. Я на диете? Ничего не знаю. Там очень много мяса, поэтому белок это хорошо. Как это хорошо? Я, короче, ох, похудею. Вот прям при вас раскатывается тесто. Тесто по эксклюзивной технологии. Значит, вот такая специальная подкладочка. Называется экран. Как? Экран. На экран надевается тесто. Как называется? Это докер. Специально проходится, потому что тесто очень пышное. И если не пройти с докером, могут быть такие прям сухоли очень большие. Соус собственного приготовления. Сколько там у тебя трав, напомни? 12. 12 трав, ребята. Намазываем. Что делать? Сейчас будешь заедать эту красоту. Это что за сыр? Это сыр моцарала. Причем настоящий, хороший, качественный, без жира заменителей. Всякой-всякой ерунды, которые, как говорит Владимир Владимирович, мои партнеры используют при приготовлении пиццы. Это кто? Это бекончик у нас. После красиво ложеного бекончика. У нас идут очень вкусные огурчики собственного приготовления. То есть, даже огурчики сам готовишь? Ага. Вау. То есть, практически за все ингредиенты отвечаешь, как говорится, к голове. Ну, и не только я, еще моя супруга, потому что мы все-таки семейная пиццерия. Вот так вот. Яндекс.Карты прислал, что мы хорошее место года 2023. Ух ты, то есть похвалили. Вот так вот, это очень хорошо. Так что она скоро появится, и она красивая, красивая. Вот пепперони. Постепенно получается вот такая вот красота, ребята. И раскладываем еще шампиньончики, да? Вот идут на день наших подписчиков. Наших уже. Постоянно. Здрасте. Добрый день. Я не могу вам жить, переедем скоро. Ну что, настолько нравится пицца? Конечно, она обалденно. А какая ваша любимая? Ой, ну моя четыре сыра. Самая любимая. И остальные очень вкусные. Это прекрасно, спасибо. Здравствуйте, девчонки. У нас капричесок, да? Капричесок прошло, да, кушали? Да, да, очень вкусно. Зачу тоже понравилось очень. Халапенье побудем ложить? Слушай, как ты считаешь нужным? Она же от бабушки. Бабушка, я думаю, не пожалела. Я тоже, что ли? Халапенье тоже, собственно, посол, насколько я помню. Мы сами его готовили, сами его делали. Вот такая красота отправляется туда. Один уже бортик готовый у нас. Вот тогда можно еще чуть-чуть подэкономить. Вот так вот, ребятки. Это про печь мы говорим, что такая печь около 200 тысяч рублей будет стоить. Вот так вот выносятся уголечки, и она дожаривается коржиком. Вот этот процесс мне больше всего нравится, потому что здесь, видите, она закипает снизу, чтобы полностью тесто все было поджаренное, и было это вкусно. 840 рублей, но эта пицца, я так понимаю, уестца называется. Да, здесь чуть-чуть вот подбирает дурношко. Красота. Все. И все, друзья мои, пицца готова, можно пробовать. Давай. Ох, как она хрустит. В общем, мои дорогие, пицца бомба. Рекомендую, приходите сюда обязательно. В общем, пока мы сидели, у нас немножко ниже опустилось солнце, стало прохладнее, упало до 16 градусов температурка, и пришлось надеть курточком. Продолжаем обозор нашего любимого города Анапы. Но это главный наш анапский символ Анапы, белая шляпа. Практически у всех, кто здесь отдыхал, есть фотография на этом месте. Ну, а дальше вид на администрацию. Выходим на улицу Горького. Но самое главное, делаем поворот в обратную сторону, чтобы посмотреть, как выглядит отсюда наш парк «Тридцилетие Победы». С левой стороны у нас здесь сняли тротуарную плитку. В скором времени уже откроют новый капитальный ремонтный кафе. Интересно будет, конечно, что это. И администрация, друзья мои. Здесь сейчас скамейки, туйки. Ну и фонтан нерабочий. Ждем, когда запустят уже скоро, надеемся. Когда запускается фонтан, сто процентов пришла весна в Анапу. Прутку убрали. Будем смотреть, конечно, что тут переделают возле летней эстрады. Во всей красе наша летняя эстрада. Подходим к ракушке. Здесь прокат паровозика и дельфинчиков. Ну, а также в правой стороне вкусная точка находится. Ну, дальше от ракушки у нас начинается арт-авеню. Ну, все, что-то никто не продает свои сувениры. Хотя гостей в городе, в городе очень много. Мне нравятся эти дельфинчики, собранные из Дрифтвуда. Такое украшение. Причем на каждом подписи. Донбасс, Горловка. А здесь у нас уличная библиотека. И можем видеть, как прямо сейчас кто-то книжечки берет. Можно поставить свою, взять что-нибудь, почитать. Здесь у нас все кумбы засадили цветами. Некоторые уже распустились. Смотрите, какие у вас зоны, скамеечки по левой стороне. Там парень поет, наш Анапский. С самим зданием Родины тоже скамеечки. Ну, и сейчас вот новенькое ставят. То есть пока городили, пройти туда нельзя. Вот как правильно, это пилоны называются. Должно быть очень интересно. Там поселены фонтанчик. Посмотрите, сколько много людей гуляют. Я их просто вот такие психу не любил за то, что они срубили дерево. Вот эти деревья вернули на месте. Их еще дополнительно закрыли вот этими вот местами для отдыха. Мы выходим в первый сквер. Тут Воинская слава у нас в Анапе. И такой большой флаг России развивается. Сейчас же у нас очень хорошая погода. Поэтому даже в выходные дни столько людей. Очень красиво смотрится. Это стела города Воинской славы Анапа. Ну, и памятник Ленина. Летом тут перед ним работает фонтан. Ну, а дальше здесь начинается сквер имени Гудовича. С правой стороны находится туалет. И мы возвращаемся именно в ту зону, откуда начиналась сегодняшняя наша прогулочка. Ну, вот сейчас наблюдаем в краске скейт-парк. Место притяжения многих анапских детишек и не только анапских гостей. Кстати, немного сейчас людей. Обычно тут побольше ребят гоняет. Ну, и завершаем мы прогулочку на позитивчике, ребятки. Завтра, по идее, уже когда вы будете смотреть это видео, уеду из Анапы. Вас просим, как говорится, поддержать. Если есть возможность, по номеру телефона 8 988-333-7887. Буду благодарен любому вашему донатичу на бензин. Бензин – это самый большой расход. Ну, и надеюсь, что прогулочка вам понравилась. Сегодня солнечный прекрасный день от 26 до 26.